Всем привет! Меня зовут Татьяна, я рада видеть вас на канале Я Книга. На этом канале вы найдете обзоры на книги, книжные итоги, книжные распаковки и отрывки из аудиокниг. Не забудьте подписаться, поставить лайк на это видео и прокомментировать его. Это будет очень здорово и очень приятно. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзоры на книги Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок». На самом деле это трилогия. Первая часть называется «Ходячий замок», а также есть еще два сиквела. Это «Воздушный замок» и «Дом с характером». Возможно, о них речь пойдет либо в следующем видео, либо, возможно, вставлю в это. Для начала немного практической информации. Диана Уинн Джонс – это английская писательница, которая пишет для детей и в основном либо в жанре фэнтези, либо пишет сказки. И «Ходячий замок» не стал исключением. Эта книга достаточно небольшая, в ней 448 страниц, но достаточно крупный шрифт, поэтому читается быстро. Ну и возрастной рейтинг 12+. Однако это совершенно не чувствуется, и книга будет интересна как детям, так и подросткам, так и взрослым людям. И на самом деле мне детская литература очень нравится, потому что зачастую она хоть и предназначена для определенной аудитории, но тем не менее интересна в любом возрасте. И «Ходячий замок» не стал исключением. Интересный факт. Свою книгу Диана Уинн Джонс написала по просьбе мальчика. Однажды она пришла в школу для того, чтобы встретиться со своими читателями. И к ней подошел мальчик и попросил написать книгу, которая бы называлась «Ходячий замок». Именно так и родилась идея этой книги. Давайте по порядку. Во-первых, внешнее оформление книги довольно красивое, ее приятно держать в руках. Да, конечно, первая обложка сделана под аниме-стиль, и внешность персонажа, может быть, чуть-чуть не соответствует, но тем не менее внутреннее оформление книги достаточно красивое. Что мне нравится? Во-первых, каждая глава имеет свое название. Например, не просто глава 1, глава 2, глава 3, а глава 1, в которой София беседует со шляпками. Или, например, что-то у нас еще есть. Глава 4, в которой София обнаруживает несколько странностей. Я люблю, когда главы имеют название, сразу понятно, о чем будет речь, можно догадаться, можно быстренько потом пробежаться по оглавлению, вспомнить сюжет, и для меня это, несомненно, является плюсом. Помимо этого, заглавные буквы в книге украшены, стилизованы, это тоже придает особый шарм. И помимо этого в книге есть иллюстрации, хотя они черно-белые, но тем не менее их достаточно много, и они, опять же-таки, придают особую атмосферу. Сейчас, вот, например, еще, да. Встречаются по ходу сюжета, иллюстрируют остальные моменты, и для меня это, несомненно, плюс. Иллюстрации мне очень понравились, они красивые, и, да, помогают как-то больше представить сверху картину. То есть за внешнее формирование книги однозначно 5 из 5, оно шикарное, и я лично ни к чему придраться не могу. Также мне очень понравился слог. Я не могу сказать, что книга прямо, может, таки детская, что ее будет неинтересно читать, или что здесь встречаются слишком простые диалоги. Слог сказочный, это чувствуется. Очень интересные диалоги, много описаний, динамика в сюжете, да, хороший перевод. Вот, и, в принципе, мне все очень нравится. Остромные диалоги, есть шутки, есть красивые описания. То есть, опять же-таки, придраться именно к слогу автора я не могу. Я не заметила ни одного момента, который бы меня смутил. Хороший перевод, хороший текст, он интересный и считается довольно быстро и легко. Однозначно за слог автора тоже 5 из 5. Что касается персонажей, здесь даже говорить не о чем, потому что они идеальны. Каждый обладает своим характером, каждый чем-то привлекает. И Софи, и Холу, и Кальцифер, вот этот остроумный, обаятельный, остренный злых демон, который наверняка у многих является любимым персонажем книги. И мне он тоже очень нравится, и это мой любимый персонаж. Персонажи в этой книге просто чудесные, у них у всех интересный характер. И однозначно за персонажа просто 10 из 10, особенно за Кальцифера. Это, наверное, один из моих самых любимых персонажей не просто книгой Дианы Джонс, а и вообще среди многих книг, которые я прочитала. Единственное, что меня немного расстроило, но это такой субъективный минус, это, конечно, внешность Ова. И потому что, понимая, он был таким красавчиком, а в книге он... Сейчас я это найду. Не могу сказать, что это короче. Но понятное дело, что книга это одно, аниме совершенно другое, и по сюжету, в принципе, тоже много различий. Но это субъективный минус, в принципе, и книжный холл достаточно классный. Что касается самого сюжета, то Диане Уин Джонс удалось создать великолепный мир, который тебя затягивает и погружает в пучину событий. Тебе интересно наблюдать за различными событиями. Возможно, некоторые места немного наивные, но это все-таки сказка, это все-таки детская книга, поэтому особо придраться не к чему. Но довольно интересное мироустройство, много деталей, в которые можно найти объяснение в книге. В принципе, мне все очень понравилось, но единственное было мне моменты, когда сюжет как будто, ну, ускользал от тебя. То есть ты вроде бы читаешь, чуть отвлекся, и ты уже не понимаешь, что происходит. И некоторые моменты ты вот словно выбрасывал из головы, не запоминал их. И вот я заметила, что у многих людей, которые читали, ну, по крайней мере, я несколько раз не делала такие отзывы, что сюжет как будто ускользает от тебя. И у меня тоже были такие моменты, особенно в финале. Но финал немного мне показался скомканным. Поэтому за сюжет я поставлю все-таки 4 из 5, потому что даже вот я прочитала книгу, либо не сказала, что она была какой-то слишком сложной, но тем не менее половину я уже не помню. Хотя здесь, возможно, играю тот факт, что я и смотрела Альмэр, и читала книгу, возможно, что-то перемешалось, что-то забылось, и произошла такая каша в голове. Также мне очень нравится посыл книги, который мы видим и понимаем через действия Софии. То есть изначально позиционирует себя как такую тихую, скромную, неприметную, некрасивую девушку, но тем не менее, читая эту книгу, мы видим, как она, наоборот, представляет свои лучшие качества. Доброту, трудолюбие, силу, храбрость. И главный посыл заключается в том, что все-таки нужно любить себя, нужно верить в себя, потому что каким бы ты себя обычным не считал, ты все равно можешь намного больше, чем думаешь о себе. И нужно любить себя, верить в себя. И это очень хорошо показано в этой книге. И однозначно за посыл 5 из 5. В целом, если подводить такой небольшой итог, то первая часть трилогии «Ходячий замок» мне очень понравилась для себя. Я, в принципе, не могу выделить ни одного какого-то серьезного минуса, который бы делал эту книгу неинтересной или плохой. По-моему, здесь все очень здорово. И по атмосфере, и по персонажам, и по смыслу. Очень достойная книга, которую однозначно я рекомендую к прочтению. Вы точно не пожалеете, что потратили на нее свое время. Рекомендую эту книгу. Ставлю 5 из 5. Обязательно читайте и смотрите аниме, которое тоже вышло очень классным. Но, конечно, сильно отличается. Зато там красивый холл. Это был небольшой обзор на книгу Диану Уинн Джонс «Ходячий замок» из цикла «Ходячий замок». А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.